Сегодня в Карачаево-Черкесии отметили десятилетие Крымской весны. Праздничное мероприятие прошло в центре региональной столицы. Напомним, что в марте 2014 года по итогам референдума более 95% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Тему продолжит наш корреспондент Артур Мхце. На этих фотографиях краткая хронология событий, которые предшествовали Крымской весне. Экспозиция, подготовленная Республиканским краеведческим музеем, возвращает к тому моменту, когда Крым и Севастополь стали частью России. Государственный совет Крыма, они сами знают, они непосредственно принимали участие, как это все происходило, что нужно подсветить, что нужно показать. Они знают лучше всех, и мы остановили свой выбор именно на их фотографиях. О значимости событий десятилетней давности говорили многие из тех, кто посетил праздничное мероприятие. Это воля изъявления народа Крыма о воссоединении с Российской Федерацией было правильным со всех сторон. То есть чаяние людей, которые там жили, которые десятилетиями хотели быть вместе с Россией, это осуществилось. Сегодня полуостров приобретает облик российских городов, тысячи километров дорог, новые школы, детские сады, медицинские учреждения. Все это строится сегодня в Крыму. Но, к сожалению, не все в мире разделяют нашу радость. В этот день на большом экране Госфилармонии также были показаны важнейшие эпизоды событий десятилетней давности, которые, как говорили участники мероприятия, привели Крымский полуостров в родную гавань. А затем представители разных поколений и сфер деятельности стали свидетелями красочного музыкального действа с участием артистов. Звучавшие со сцены песни как нельзя лучше демонстрировали эмоции людей, сумевших в трудный период времени выбрать тот путь, который привел их в состав Российской Федерации. Артур Махце, Мурат Муков, Вести, Карачаево, Черкисия.